В квази-государственном секторе выявлены нарушения в сфере госзакупок. Правоохранительными органами начаты 119 досудебных расследований. В основном уголовные правонарушения связаны с растратой имущества и мошенничеством. Об этом сегодня говорили на заседании Совета по противодействию коррупции и теневой экономике Нацпалаты предпринимателей Атамикен. Как отмечают эксперты, национальные управляющие холдинги используют устаревшие типовые правила закупок. Кроме того, неэффективно работает служба внутреннего аудита. Там нет системы независимого контроля. Члены Совета предлагают разработать отдельный закон о госзакупках. По их словам, документам будут регулироваться порядок и единые принципы проведения торгов в квази-государственном секторе. Мы при осуществлении закупок провели 143 проверки. Как правило, это проверки по жалобам различных предпринимателей. Выявили 342 нарушения, для устранения которых внесено 99 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечено 175 лиц, к административной – 30. Отменены незаконные закупки и раз торгнуты договоры на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Мы считаем, что это достаточно серьезные цифры, которые говорят об отсутствии должного порядка. Вот я просто по Алмате приведу пример по госзакупкам. Есть понятие проектной документации, вот которые делают, допустим, для того, чтобы 100 школ, 100 больниц по программе. И в ней, которая защищается. И при защите ее отстаивают и говорят, что это будет все брать у отечественного производителя. Потом компания, которая берет это, она отходит от этой проектной документации и берет, допустим, у иностранного закупщика. Почему никто не проверяет о том, что в проектной документации это есть, а уже когда сам факт идет закупки, вдруг никто не проверяет этот документ. То же самое и в плазе государственном секторе.